Добрый день, добрый вечер и доброе утро, где бы вы ни были и когда бы вы это не смотрели. Меня зовут Довинчи Джерми, и я сейчас нахожусь в Майами. Собираюсь посетить несколько конференций, на одной из которых буду выступать. Хотя даже выступлю на двух разных... Да, собираюсь выступить на двух разных конференциях, и с нетерпением жду этого. Так что, если вы находитесь где-то в районе Майами, обязательно посетите некоторые конференции, на которых я буду присутствовать. Это будет весело, и я надеюсь вас увидеть там. Поздороваемся, пофоткаемся, и все в таком духе. Давайте для начала расскажу вам, на каких конференциях я буду. Во-первых, 21 Million Savage, а также Bitcoin 2022. Может быть. Потому что, да, я пока что не уверен насчет билетов. Окей, перед тем, как я начну с вами сегодня трещать про новости, я хотел бы поговорить с вами насчет моих разных профилей. Обязательно подписывайтесь на меня в Инстаграм. А также у меня есть аккаунт в ТикТоке. Там довольно весело в моем ТикТоке. Ну и, конечно, я также есть в Твиттере. Твиттер также довольно веселая штука. Шутки в Твиттере довольно клевые. Также OpenSea. Да, я знаю, я и сам немного расстроен из-за того, что открыл себе аккаунт на OpenSea. Когда-то давным-давно я сказал, да, NFT будут следующей большой вещью. И ничего с этим не сделал. А теперь вот у меня есть несколько крутых NFT. Так что обязательно зацените их. Также в будущем буду постить еще больше NFT сюда. Можете убедиться в том, что это мой счет, поскольку у меня здесь точно такой же адрес, как и в Твиттере. Так что да, это определенно мой аккаунт, и это определенно я. Окей, давайте перейдем на самые важные новости на сегодня. Центральный банк Японии сказал Большой Семерке, чтобы она быстро придумала, как регулировать криптовалюту. А знаете что? Можно заменить регулировать на замедление. Срочно замедлите криптовалюту. Давайте даже другое слово используем. Может быть остановить? Или усложнить использование криптовалют? Или может быть еще что-нибудь? Окей, давайте останемся с вариантом быстро остановить криптовалюту. Да, как быстро остановить криптовалюты. Это на самом деле и есть их цель. Давайте почитаем, что они говорят. Чиновник Банка Японии предупредил страны Большой Семерке о том, что часы тикают, и нужно остановить криптовалюты. Сообщает Реутерс. Официальный представитель Банка Японии предупредил политиков Большой Семерки активизировать усилия по сдерживанию риска уклонения от санкций с использованием криптовалют в сфере продолжающегося конфликта в Украине. По их словам, необходимо принять соответствующие меры до того, как криптовалюту перевернут глобальную систему расчетов. Понимаете, почему я использовал слово «остановить»? Так, давайте посмотрим. Используя стейблкоины, не очень сложно создать индивидуальную глобальную систему расчетов. Так, я наверняка налажаю с именем этого парня. Так что скажем просто, Ка-ми-сам... Мистер Камисам, глава департамента платежных и расчетных систем Банка Японии, сообщает Реутерс. Камисам сказал, что собственность, извините, точнее, приоритетом, является приведение текущих правил в соответствии с быстро развивающейся криптоиндустрией. Он добавил, что G7 работает вместе, обмениваясь информацией о текущих событиях. Окей, что ж, они пытаются остановить это. Пытаются остановить крипто, но они не могут этого сделать. Лучшее, что они могут это замедлить крипто. Вы просто не можете остановить идею, время которой пришло. Вы были порабощены планетой, на которой вы строили богатство. Вы высасывали его у обычных граждан и отдавали его самым недостойным людям на планете. Через инфляцию и также через вашу кредитную систему. Это должно прекратиться. И биткоин – это решение. Криптовалюты – это решение. И я рад, что мы здесь, именно в этот момент времени. Окей, давайте дальше. Коинбейс планирует массовый криптотолчок в Индии с его визитом. Генеральный директор Коинбейс Брайан Армстронг планирует усилить влияние крипто в Индии во время его визита на этой неделе. Так, давайте посмотрим. Генеральный директор Коинбейс Брайан Армстронг планирует усилить миссию Коинбейс в Индии по внедрению криптовалют, а также грамотность во время своего визита на этой неделе. Крипто и Веб3 технологии могут помочь Индии Усилится в области экономики и финансовой интеграции. Кроме того, фирма планирует инвестировать в индийские крипто и веб-три стартапы через свое инвестиционное подразделение Coinbase Ventures. Да, что ж, Coinbase, знаете, берут и немного, но при этом они обучают людей, буквально ведут их за руку и так далее. Так что это вполне себе хорошая компания для Индии. Люди довольно медленно приходят к чему-то новому. У них появляются проблемы с изменением того, к чему они уже привыкли. И поэтому, конечно, упрощая все это и обучая их тому, как это делать, даст много плюсов в Индии. И когда люди в Индии начнут, наконец, использовать средства, у людей может появиться больше возможностей для бизнеса. К тому же, работать они смогут по всему миру. Даже я сейчас, например, нанял несколько индийских разработчиков, и они не используют криптовалюты. И теперь мне приходится проходить через всю банковскую систему и платить им сплошная мука. Но как только они поймут, насколько легко и доступно использовать криптовалюты, они наверняка скажут, ну почему же мы этого раньше не делали? Можно было сэкономить так много денег на комиссиях, банковских сборах и так далее. Я уверен, это сведет их с ума. Когда они поймут, насколько все просто. Я жду не дождусь, когда большая часть индийцев наконец запрыгнут к нам в вагон. Я уверен, что со временем так и будет, и мы полетим наверх. Великобритания стремится стать глобальным центром криптовалют и планирует выпускать свои собственные NFT. Да, создаете NFT, присоединяетесь к крипто. Присоединяетесь к крипто. Окей. Прямо вау. Это безумие. Но вот так вот. Ох, господи. Ну да ладно, давайте просто прочитаем, что здесь написано. В понедельник, 4 апреля, Соединенное Королевство объявило о некоторых крупных криптопланах. Оно стремится стать мировым лидером в криптопространстве. Министр финансов Великобритании Раши Итак, Риша Сунак сказал, что этот шаг будет направлен на привлечение дальнейших инвестиций в криптоиндустрию. В рамках этого Британия планирует признать стейблкойны в качестве допустимой формы оплаты. Кроме того, министр финансов объявил о ряде шагов, которые приведут криптовалюту в соответствии с регулирующим органом FCA. Окей, понятно. Вот что они действительно пытаются сказать. Мы пытаемся все остановить, при этом притворяемся, что нет. Ох, блин. Вау. И при этом делают они все так, чтобы это выглядело, как будто они присоединяются к нам. Но на самом деле они пытаются остановить криптовалюты, пытаясь применить на них некоторые регулирования и отправить под контроль регулирующих органов. Что для нас, конечно, ничем хорошим не обернется. Окей, давайте смотреть, что дальше. Узнаем, что происходит в Турции. Инфляция достигла 61%, поднявшись до нового 20-летнего максимума за два года. И вот это приближается к Соединенным Штатам. То, что вы видите в Турции, это приходит к нам. Федеральная резервная система ничего не собирается делать с инфляцией. Они просто собираются продолжить то, что делают. О, да, мы собираемся немного повысить процентные ставки. А тем временем инфляция выйдет из-под контроля. Им нужно повысить процентные ставки примерно на 10-20%. Или, возможно, даже больше. Больше 20%. Для того, чтобы как-то победить инфляцию. Но они этого делать не собираются. Так что, да, мы увидим это в Соединенных Штатах когда-нибудь в будущем. И вы явно не хотите быть где-то рядом с тем местом, в котором такое происходит. Это просто невесело. Становится все действительно сложно. Вы не можете планировать что-то. Возникает больше бедности. К тому же, например, если у вас есть аккаунт на Coinbase, ваши монеты просто переведут в доллары. Так что, если у вас до сих пор нет собственного кошелька, вам стоит его завести. И перевести свой биткоин туда. Обязательно сделайте это до того, как все произойдет. Потому что правительство может сказать, «Окей, да, чтобы помочь спасти национальную валюту, все ваши монеты будут конвертированы в доллар. А вы явно этого не хотите». Не будьте тем человеком, который хранит деньги в банке или в других иностранных валютах. Ни в банках, ни на биржах. Неважно каких, будь это Binance, Bittrex, Coinbase, да что угодно, тот же Кракен. Это все не имеет значения. Все они не смогут себя защитить. Они конфискуют. Даже ладно, не конфискуют. Потому что слово «конфисковать» звучит плохо. Нет, 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 они тебе заплатят за твои монеты. Но потом цена вырастет, и вы не сможете выкупить его обратно. Так что да. Убедитесь, что вы напрямую владеете вашими криптоактивами. Особенно если вы живете в Америке. Потому что они придут и заберут их. На самом деле не имеет значения, какая страна. Рано или поздно это произойдет. Так что помните, храните свою криптовалюту на аппаратном кошельке. Не позволяйте этим парням забрать ее. Это важно. Научитесь владеть своей криптовалютой. Над этим нужно работать. И я знаю, что это та еще заноза в заднице. Но оно того стоит, и вы будете счастливы, что сделали это. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь увидеть вас в Майами, ребята. До скорого. До скорого. Продолжение следует...